Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте имени Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струн на псалтире с песнею гуслих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрасте. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем разбирать в псалтире, и сегодня будем говорить о 45-м псалме. Псалм удивительный, конечно, он уже возводит нас больше к Новому Завету, и мы не раз с вами говорили о том, что псалтирь является христологичной, то есть здесь немало говорится пророчеств о Христе, о святых апостолах, о проповеди, о тех моментах возвышения и каких-то сложностей, которые претерпела Церковь Христова на земле. Естественно, сегодняшний псалм, он имеет надписание в конец о сынех Кореевых и о тайнах, и здесь, конечно, говорится о той великой тайне пришествия Христа Спасителя на землю, о служении святых апостолов, которые по всему лицу земли распространяли Христову веру, говорили о воскресшем Господе, и при этом, конечно, претерпели немало искушений и испытаний, но они уповали на Господа, и эта проповедь стала плодотворной. Бог нам прибежище и сила. Конечно же, здесь псалмопевец Давид выражает огромную радость, что тот, кто уповает на Господа, тот получает от него великую помощь и поддержку. Конечно же, мы прибегаем всегда к Богу, но прибегаем в тех трудностях, которые являются в нашей жизни. И святые апостолы, проповедуя Слово Христовой истины по лицу всей земли, испытывали огромные трудности. Мы знаем, их не принимали, их побивали камнями, их изгоняли. Не раз они были в темницах, то есть служение было настолько сложным, что невозможно было без помощи Божией преодолеть все эти трудности и пронести это служение. Но в то же время и для нас псалтырь является огромнейший пример того, что и мы в своих скорбях и трудностях должны всегда искать упование в Боге, искать у Него только единого поддержку. Конечно же, Господь научает нас, чтобы мы с вами никогда не искали спокойное время скорбей, потому что нужно в состоянии доброго мира нести свое служение и нести свой жизненный крест. Однако бывают различные жизненные обстоятельства. Но когда приходят и посещают нас скорби, болезни или какие-то другие житейские трудности, тогда мы не должны никогда отчаиваться, никогда унывать, но помнить, что Господь дает нам это для спасения нашего. Потому что и апостол Павел говорит, кто не имел немощи, тот не может немощным помочь. То есть кто сам не прошел через жизненные трудности и испытания, тот, конечно же, никогда не сможет понять тех людей, которые впадают в эти трудности и испытания. И в то же время мы знаем, что болезни преобразуют человека, изменяют его, сделают его более мягким, более добрым, более внимательным к окружающим его. И в то же время здоровый человек, он может стать эгоистом и использовать, и направлять всю свою жизнь только на самого себя. Поэтому любые страдания, они необходимы человеку, и в них мы не должны никогда унывать, но всегда искать у Бога помощь и поддержку, и силу. И Господь всегда дает такую силу верным Его рабам и никогда не отставляет. «Помощник в скорбях, обретших на зело». Конечно, Господь нам помогает в этих скорбях, когда мы обращаемся к Нему, то Господь помогает нам преодолевать эти трудности, эти скорби. И посылает такое утешение, которое, конечно же, превышает всякую болезнь и всякую скорбь, испытываемую нами здесь на земле. Бог всегда помогает человеку, Бог никогда не оставляет. И вот это утешение, оно превосходит наши трудности, и поэтому мы в этом чувствуем и радость, и чувствуем поддержку. Конечно, святые отцы говорят о необходимости этих испытаний, потому что всякое испытание дает человеку терпение, а терпение дает человеку мудрость, житейскую мудрость, которая помогает человеку видеть путь, ведущий человеку к спасению. Поэтому всё это необходимо, но нужно, конечно, иметь духовный разум и никогда не впадать в этот момент в какое-то уныние или отчаяние и говорить о том, что нет больше того, кто бы нам помог в этой жизни. И на этом как бы жизнь заканчивается. Нет, всегда нужно искать, и в первую очередь нужно искать помощь у Бога. Мы в своей жизни очень часто ищем помощи у других людей, но Священное Писание говорит нам, не надейтесь на князей и на сына человеческие, в них же не есть спасение. Более того, даже сильно предупреждает псалмопевец Давид Прокритт, тот человек, который надеется на другого человека. Конечно же, в первую очередь надо упование возлагать на Господа. В последнее время очень многие являют даже среди христиан малодушие и обращаются к различным бабкам, гадалкам, знахаркам, чтобы облегчить ту или иную жизненную ситуацию или болезнь, с которой мы сталкиваемся. Но к Богу начинают обращаться в самый последний момент, поэтому в настоящей жизни многие получают поражение от тех испытаний, которые приходят, которые посещают его. Но если будем поступать так, как говорит псалмопевец в этом псалме, то тогда действительно мы только будем умудряться и получать всё необходимое в нашей жизни, преодолевая эти скорби и, конечно, ведя правильный образ жизни, который приводит человеку ко спасению. Далее продолжает псалмопевец Давид в 45-м псалме. «Сего ради не убоимся, Внегда смущается земля, И прилагаются горы в сердца морская». Конечно же, здесь использует псалмопевец Давид некую аллегорию, говоря о том, какие скорби могут быть и посещать человека. Это действительно скорби очень сильные. Он их сравнивает как некое землетрясение, которое переставляет горы в моря. Это и возмущение самого моря, это и сильные ветры, которые колеблют землю. Такие скорби действительно сильные могут быть в жизни. Но если с нами Господь, то кто против нас задаёт нам вопрос такой священное писание? Действительно, если Бог с нами, если Он нам помогает, то нам ничего не страшно. Не страшны и даже тем гонения, те восстания, которые были против апостолов. Они понимали, что Бог-то сильный, Он крепкий, Он, Ему подчиняются все стихии земные, то тогда какая может быть скорбь или какой может быть страх в сердцах наших, так и в жизни нашей. Мы ничего не должны бояться. Если с нами Бог, Он никогда не попустит того, что мы не сможем вынести, выдержать. То есть Господь никогда не даёт испытаний выше наших сил. «Вошумеши и сметошися воды их, сметошися горы крепостью Его». Действительно, Бог управляет этими стихиями. Богу подчиняется всё. Неужели нам страшно тогда, когда эти стихии бывают в нашей жизни? Или бывают жизненные какие-то скорби? Или гонения, которые воздвигают нас, те или иные люди, которые являются слугами врага рода человеческого? Мы никогда не должны ничего бояться, но всегда в любой скорби уповать на Господа. И тогда Господь посылает радость. И тогда мы только начинаем понимать, что всё это дано нам для того, чтобы увидеть славу Божию. А слава Божия является человеком через веру. А вера, конечно, укрепляется через ту милость, которую Господь являет человеком. Он начинает понимать, если бы Бог не помог нам в нашей жизни, тогда бы что с нами было? Тогда как бы мы вышли из той или иной ситуации, или как бы победили ту или иную болезнь? Вот святые апостолы, они тоже проповедовали. В своей слабости, может быть, но какое они явили чудо, и Бог какое чудо явил через них, просветив весь мир божественной истиной. Они не боялись ничего. Действительно, с Божьей помощью можно достичь очень многое, и Господь Своёю крепостью доказывает всем, кто разумно может наблюдать за этим миром, что можно сделать с Божьей помощью. Действительно, слово и проповедь, которую нанесли святые апостолы, это невозможно даже, наверное, в сегодняшнем понимании и средством массовой информации. Они не так могут завести человека, они не так могут открыть истину. То, что и современные средства массовой информации не могут достигнуть таких результатов, которые достигли святые апостолы своей проповедью, просветив весь мир словом Христовой истины. Конечно, это удивительно. И почему они достигали таких великих результатов? Потому что речные устремления вселяет град Божий, осветил есть селение Своевышное. Удивительная мысль, конечно, потому что они проповедовали слово Христовой истины. Что такое речная? Река — это, конечно, сам Господь. Он даёт живительные вводы божественной истины. Он открывает правильный путь духовной жизни для всякого человека. Ну а что такое устремление или течение речное? Это, конечно же, проповедь святых апостолов. Они, конечно, как правильные стихии, пошли в разные концы Вселенной и стали просвещать людей. Веселят град Божий. Что такое град Божий? Конечно же, это тот народ, который принимает учения святых апостолов и освящается этим учением. Осветил есть селение Своевышний. Конечно, селение — это и есть весь народ, есть Церковь Божия, которая является домом Бога Живаго, но и в то же время является для нас спасительным ковчегом во время житейской бури и в нашем земном странствовании. Бог посреди Его и не подвижется. Поможет Ему Бог утро за утро. Бог посреди Его и не подвижется. Конечно, Господь с нами вовек. Ничего не изменяется в этой жизни и не может измениться, потому что Бог создал Церковь, созижду Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Какие бы ни были гонения, какие бы ни были смущения, как бы ни восставал враг рода человеческого, через определенных людей на Церковь, Церковь все равно будет стоять. И эта история подтверждает, и мы видим в истории, казалось бы, была уничтожена русская Церковь, но сегодня опять восстала, потому что исполняются слова самого Господа. Созижду Церковь мою, и врата адова не одолеют ее. Поможет Ему Бог утро за утро. Конечно же, Бог всегда помогает Церкви, помогает своему народу. Каким образом Он помогает? Утро за утро. То есть утро-утро. Вот такое вот временное расстояние очень уменьшается. Вот утро, и вот следом сразу же другое утро. То есть очень скоро Бог помогает. Мы даже не успеем заметить, как проходит день, а Бог уже оказал свою помощь. Почему? Да потому что Бог посреди Его, то есть Бог посреди нас, где двое или трое собранного имя Моя, то посреди них Я. То есть Бог всегда с нами, Бог не оставляет нас, поэтому Он очень быстро слышит, и, конечно же, быстро помогает человеку, человеку в какой бы скорби, в каких бы трудностях он не находился. Смятошися языцы, уклонившися царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Конечно, всемогущество Божие показано здесь, и если сказать, что земля трепещет, да, трепещет, да, она изменяется, потому что в проповеди святых апостолов, когда они вышли, произошло некое смущение. Люди не могли оторваться от своей еленской веры, они не принимали. Но в итоге все произошло в движении, то есть все изменилось, и царства даже поменялись, потому что стали принимать христианство не просто отдельные люди, а целые народы, и целые государства принимали веру Христову, и происходило вот такое сильнейшее изменение. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковли. Действительно, Господь с нами, Господь сил, то есть Господь дает ангелов, которые сохраняют человека, которые поддерживают его, которые дают ему силу, чтобы утверждалось истинным в нашей жизни. И опять-таки показывается, что без Бога невозможно ничего созидать, без Бога невозможно преодолеть трудности, и без Бога апостолы не смогли бы нести свое служение. И для каждого из нас эта мысль, она просто должна быть не только понятной, но и принята глубоко в сердце. Иначе те испытания, которые бывают с нами в нашей жизни, они могут нам действительно причинить много страданий, и не только страданий, а могут даже и погубить нас для вечности, потому что в страданиях, если человек не обращается к Богу, то тогда он начинает унывать и вовсе может уйти от Бога и в своем унынии прийти к отчаянию и не захотеть продолжить не только бороться, но даже нести свой жизненный крест. Поэтому всегда, и почти в каждом стихе здесь говорится о том, что Бог помогает, Бог быстро помогает, Бог приходит к себе на помощь, он силен, он крепок, он повелевает стихиями, он управляет этой жизнью, и мы должны это очень четко понять, как Бог, заступник наш Бог Иаковлю. Почему здесь опять-таки говорится об Иаковле? А говорится о том, что посмотрите на жизнь Иакова, ведь Бог ему помогал не раз, Бог давал силы и крепость давал для того, чтобы победить все испытания жизненные. И так Бог даст каждому, кто обращается к нему за этой помощью. «Придите и видите дела Божии, я же положи чудеса на земле». Конечно, какие мы видим чудеса? То, что распространилось, Евангелие по всей земле, это великое чудо. И мы видим эти дела Божии, как люди, будучи язычниками, начинают просвещаться Христовой верой. И изменяется все на этой земле. Это ли не чудо? Мир начинает преобразовываться, человеческие отношения изменятся. То, что мы сейчас сказали, действительно, мир становится цивилизованной, но цивилизация не в том, что каждый богатый и состоятельный становится, и материально достаточный, а потому, что Бог изменяет человека в его отношении к другому человеку. Эти отношения становятся более мягкими, эти отношения становятся другими, потому что богатый начинает видеть бедного, начинает обращать внимание на тех, кто имеет какие-то скорби и страдания, не только материального порядка, но и даже физического. Начинают помогать нищим, начинают помогать больным, увеченным, те, которые действительно нуждаются в помощи. То есть вот в чем и является эта цивилизация. То есть особое внимание тем, кто нуждается в этом внимании. Начинает каждый человек делиться своим богатством и духовным, и физическим, с тем, кто нуждается в этом. Мир просвещается, мир изменяется, и поэтому до сих пор, псаломопевец Давид, всех приглашает, «Придите и видите дела Божие! Я же положи чудеса на земле!» Это действительно великое чудо, которое Господь творил и творит на земле. Ну и так чудес Божьих предостаточно. Если мы внимательно рассматриваем эту жизнь в целом, жизнь конкретных людей, то мы видим, сколько проявлений милости Божьей, которые мы и называем чудом в нашей жизни. «Отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем». Здесь, конечно, духовное понимание тех вещей, о которых говорит псаломопевец Давид, и пророчествует, что с приходом Христа Спасителя на эту землю мир начинает меняться, он изменяется в лучшую сторону, прекращаются войны, умеряется жизнь на земле, и вот тогда вот это оружие никому не нужно. Когда есть мирное время, тот человек начинает созидать. Созидает, конечно, и земную жизнь, и духовно совершенствуется. Поэтому церковь и молится о мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей. Это необходимо для жизни человека, как земной, так и духовной. И только в мирном состоянии человек возвышается до определенной высоты. Но в то же время святые отцы отмечают о том, почему отъемлются брани до конец земли. Лук сокрушает и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Потому что человек духовно будет возвышаться, он будет бороться со своими страстями, у него будет являться внутренний мир. Но в то же время Господь говорит и о том, что он никогда не уничтожает лукавого человека, который неправедно совершает свою жизнь, но всячески стремится осудить не его, а сокрушить то оружие, которым он действует не во благо всего человечества и не во благо конкретных людей. То есть мы можем говорить и о страстях, которые бывают в нашей жизни, и Господь помогает их преодолеть. Ну и, конечно же, о том оружии, которое мы имеем во всякой брани. Господь призывает нас к тому, чтобы мы сокрушили, и Он поможет сокрушить и сломит это оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднится и разумейте, яко аз есть Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земле. Упразднитесь и разумейте. Успокойтесь вы, призывает нас Господь, и разумейте, яко аз есть Бог. Действительно, когда мы отходим от всех страстей, которые одолевают нас, от тех, и побеждаем их, и уходим от забот и попечений земных, которые тоже нас похищают, потому что мы очень часто живем в суете, в непонимании этой жизни, думаем, что всё земное, оно необходимо для нас, и без этого земного мы не сможем жить и существовать. Для нас главное — пребывать вот в таком состоянии. Но тогда мы никогда не узнаем, кто есть Бог наш. Тогда для нас будет закрыта вечность. Тогда мы не преодолеем вот рубежей земного. И как были земными, так и останемся навсегда земными. Это не принесёт нам никакой духовной пользы. Но когда человек уходит от избытка материального, когда он начинает довольствоваться тем необходимым и малым, что даётся ему в жизни, когда он побеждает страсти, то тогда, конечно же, для него открывается духовная жизнь. Вот эти грузелки земного он сбрасывает с себя. Но а через что открывается эта духовная жизнь? Как мы можем познать нашего Бога? Через, конечно, Евангелие, через Священное Писание, через те молитвы и через то служение, которое человек может принести на земле Богу. Это служение и молитвы, это и хождение в Храм Божий, это и добрые дела, которые мы делаем во славу Божию. Всё это открывает нам Бога, и тогда человек познаёт. «Яко аз езем Бог». Очень важно нам это понять и, конечно, через чтение Священного Писания познавать Бога и открывать для себя вечность. И когда мы её здесь открываем, то тогда мы начинаем стремиться к ней и реально её уже обретаем в вечности. Страшно не то, что Господь нас не пустит в эту вечность. Самое страшное, что мы сами не захотим войти в эту вечность, потому что для нас она непознанно остаётся в нашей жизни. Поэтому она нелюбима, мы о ней не думаем, мы её боимся, мы страшимся эту вечность. Хотя что ждёт человека в вечности? Что человек может обрести, когда он в полноте узнает Бога? Мы можем говорить о мире, успокоенности. Конечно, и в этом есть правда, что человек с Богом, он обретает мир и покой в этой жизни. И сам Господь говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокоивый», то есть вот этот мир и покой только даёт Господь. Без Бога невозможно его получить. Но самое главное то, что получает человек, он, конечно же, об этом говорит святой апостол Павел, что и ухо человеческое не слышало, и очи человеческие не видели, и на сердце человека у него приходило всё то, что Господь уготовал любящим его. Поэтому вознесуся во языцах, вознесуся на земле, Господь вознесён над нами, но и человек может вознестись над всеми этими материальными и земными страстями, когда обретёт Бога в своём сердце. Вот такой удивительный и утешительный псалом мы сегодня разбирали с вами. Это 45-й псалом. Позвольте со всеми вами попрощаться, пожелать вам сил, крепости и терпения, Божьи благословения, и до новых встреч!